Продолжение следует... 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 Глаза не видал. Его во мне спрашивают, приглашают в университет, я продаю, а это псевдо-православное. Ничего моего не читал. Я его все читал. И сказать о нем этого не могу. Я могу сказать только, что этот человек мирской. Там никакой веры нет, двойное гражданство. Ему разницы нет, сегодня махнул опять в Америке. Он не мог щадить той славы. Не мог понять, говорит, что этот мир кровавый, на что он руку поднимал. Вот откуда? Лермонтова. Патриарх Кирилл вас знает. О, еще раз. Патриарх Алексей знал тоже, да? Патриарх Алексей спрашивал этого Антония, какие у вас отношения всегда. Как знает, в какой мере, это я не знаю. Но я за них молюсь всегда. Мы их не поминаем на молитве, не поминаем в церкви. Но когда священники из патриархии, они поминают святейшего патриарха, потом Илариона. Мы не против. Но мы принадлежим к русско-православной зарубежной церкви. И на этом все. Нас ничто не разделяет, кроме взаимного недоверия. Ничто так не разделяет, как подозрительность, говорит Иоанн Златоуст. Я вас не подозреваю. Я дальше говорил проповедь, я на вас смотрел. И хотел поближе познакомиться. Но я не могу подойти. А вы уже сами вышли. Бог исполнил мою молитву. Когда я говорил, я одновременно и молился. Я увидел, насколько вы внимательно слушаете. Я посол подошел и подрал вам руку. Я говорю, приветствую вас, друг. А еще ни одного слова с вами не говорили. Это Бог делает. Вам неизвестны какие-то отзывы о вас, членов Синода, патриархов? Не знаю. Знаете, меня вообще-то не интересует. Нас интересует? Абсолютно для меня не... Ну, приехал патриарх, я всегда отвечаю, повысшие категории приняли бы его, накормили бы, напоили бы, и главные вопросы обсудили бы. И думаю, что патриарх Кирилл, он такой боевой, умный, и мы бы нашли общий язык. Потому что о чем он говорит, он говорит только, а мы это делаем. Он не может это делать. Не пойти к народу, выйти на распутье, а мы как раз идем на распутье мира. Он призывает священников. Мирян, вы когда уходите из храма, не спешите, подойдите к священнику, попросите к нему на чай. Это патриарх говорит, он не знает как. Никак. И когда меня... А как он? Он не рожден, если выше, от определенной чувства. Патриарх не рожден, ни тот, ни другой. Они не пережили этого. Они этого не знают. Я не обвиняю их, я просто по их трудам считаю. И вот у меня в одной лиде, кажется, четвертый, пятый том, я разбираю ответы патриарха Алексея, как он отвечает. Прямо беру вопрос ему, он ответ, и дальше я даю рассмотрение. 60 вопросов, он примерно на 3 только правильно ответил, а 57 неправильно. Это же проценты у Кирилла. У Юрасова, там кажется, чуть-чуть побольше. У Старообряческого Корнилия, точно так же, 60 я разбираю, там не больше 5 вопросов ответил правильно. Я дальше даю, как надо было ответить, как. И по какой причине, он не так отвечает. Я психологический анализ делаю. Как правило, это страх. А у вас страха нет? Нет у меня этого, я его не знаю. Просто у меня нет. А страх чего? Страх, страх, что у меня вышенастоящее, он у меня отучит от причастия. Игры, я однажды говорил, большое занятие, игры, игры разные. Самая опасная, самая гнусная игра совершается в церкви в алтаре. Священники играют, я тебя к счастью не допущу. Он не понимает, что говорит, он уже приговоренный. То есть он меня не допускает к телу Христова. А вины никакой нет. А за то, что ты неположительно обо мне отозвался. Так тогда все пророки, они положительно не отзывались ни о ком. Они звали к покаянию. Я говорю, что должно быть? Ты не принял. Это дело твое. И что вам не хотелось бы сказать, вот угодить ему. А зачем? Я даже, зачем это вообще нужно? У меня вот в книгах 38 домов, я отвечаю на 4124 вопроса. И ни разу, нигде я не прилетелся. Что ты думаешь обо мне? В заискивающем глаза не смотрел ни Путина, ни патриарху, никому. А о них спрашивают. Я конкретно отвечаю. Согласно Библии вот так, согласно канонам вот так. Андрей Кураев это увидел. Андрей, он у меня приезжал, книги все покупал. И говорит, Игнатию наплевать, что о нем думают. Написано Библию, да, там конец, какие-то соборы там, тем более наши, это на кривой кобыле обезжать. А я еще не могу так. Не важно, что епископ скажет. Я когда прочитал, он выступает где-то, назвал меня самым выдающимся миссионером современности. Чего я взял, не знаю. Я сказал, Андрей все, поплыл. Его выкидал. Проходит Дитель Львы, и вон там все начали вышли. Я его сразу поздравительную. Андрей, начинается новая жизнь. Новые таланты в тебе заблестают всеми экранами. Приезжай сюда, я сижу, у меня дом, квартира разбита, она отлиет. Я говорю, вот на вторые нары будешь ложиться. Потом что-то будет. Да это не нары, палать я говорю. Ну и сухарей много, а потом спорят, где нары там и сухарей. А на него другие, там отец, андидей, да если за вас такие люди заступаются, ничего вам не сделают. Я говорю, приезжай, если ты килограмм сорок жиру сниму, баварского пюра тебя не будет, ты тонкие, тонкие, прозрачные будешь. Как вот вчера это причинялся. Что он как отнесся? А? Как он отнесся? Ну положительно. Потом на него сильно навалился Счак, Севолод. Я Счак это просчитал, и я сейчас могу ошибиться, но это 85 пунктов, где он сказал неправильно. Я их все выставил, крупно, и теперь снимают, а я попутно это читаю и объясняю. Севолод для кого-то угождает. Вот не прав в этом. Ну не прав, и сразу говорю, какое местописание нарушил, какой канон. Мне, и в конце, говорю, Севолод, я отец сел, я приглашаю вас в гости. Я ничего не имею, я говорю, совершенно беспристрастно. У меня нет, что-то я ненавижу, он там кузатый, это отнюдь. Я просто говорю, что лишний жир, это лишний раз тебе поспать надо. Ты болеешь, никогда днем не ложись спать, возьми себе правила. Тебе не выздороветь, пока ты ложишься спать. Я прямо уже говорю, никогда. Ты заведи себя на это. Я бунтарь, я называю бунтарь. Я забунтовал, что спать долго. И стал вырезать сон, дошел сон у меня 2,5 часа в сутки. Это мое, и на этом я стал жить. Так вы сколько прожили, какой-нибудь другий, вот по 2 часа в сутки? За 60. Никогда меня даже жена не видела лежащим. Никогда. Откинулась она с пентной ствола, на стенку 15, от силы 20 минут. И тогда перерывистый, Леонард Владимирович это уже знал, сон должен быть перерывистый. Он-то исследование, а мы молитву его должны перерывать. И тогда тебе 3 часа вот так хватит. Арсений Великий говорил, для монаха достаточно одного часа. Но я не готов. Надеюсь, сейчас я не потяну. Мотор заглебывается. Если до 60 лет человек ложится спать, он теряет. Я сейчас не могу сказать сколько-то лет. А если после 60 не дает ему отдыхать, он точно так же теряет. И после 65 я так, я стал уже минут 15 сидя днем прихватывать. Ну здесь дорогу. Ну просто я люблю это. Вот у меня есть вопросы, которые они отвечают. Вставать нужно всегда в 4.40. Почему не в 5 и не в 4? Не могу ответить. Но вдруг я нахожу такой распорядок, был у матери Терезы. Матери Терезы. Да, да, знаю. Вот, Калькутская. Или Атубинская племя. Потом нахожу еще какие-то монастыри. Не могу ответить. Я просто наитив почувствовал, что нужно в 4.40 вставать. До летнего или по зимнему? По летнему или по зимнему? Ну на час. Ну это не имеет значения. Нет, это глупость. И ухажда отменили уже сейчас. А вы про сколько ложитесь спать? Как организм подскажет. А, как подскажет. А, да я очень внимательный к организму прислушиваюсь. Если бывает что-то срочное, нужно отвечать по интернету, у меня сон пропадает. Пока я не отвечу. Бывает сейчас я могу. Но я знаю вставать в 4.40. Поэтому я уже сидел. За счет этого вы как бы или прибавляете, или упаковаете? Я знаю, днем тогда я где-то прихвачу сидя. Обязательно откинусь. Мотор заклюбывается. Нужно ходить босиком летом. Босиком. Через подошву, везде оккульпурное лечение называется. Там легкие, пьешь. А где наш мед? А тебе не надо знать. Где корова проходит, где застынет, там ходит, Павел. Грязь. Застывшая. Тебе везде будут любые волки. Что будет? Ну, застывшая грязь, она как и голодная. А, ну да. И у тебя просто почувствуешь, как огнем все тело горит. Нужно жить интересно. Ты хочешь не болеть? Ну, парься, никогда не завидуй, не завидуй никому. Не завидуй, что ему лучше. Ты считай самой лучшей в этом и тебе. Никогда не злопамясть. Злопамясть это делает подобным демоном. Я задавался. Никогда не ревнуй, особенно женам. Вы сгораете на этой левности. Ни одному стульманку не ревнует. Она знает, на четвертую ночь ее придется живать. Каждая четвертая ночь ей принадлежит, а сын висит здесь. Вот эти дни, которые вас касаются, не жалуйтесь, на здоровье больше благодарите. И когда вы это все выполните, у вас совершенно другая жизнь. У меня есть такая проповедь, я стою, я не знаю где, говорю, кто-то половину снял. У Бога немых вот такой знак, вот такая, это губа Б. Еще и крест. Б, Б. Бог, вот это вот Бог, это Базер. Ну, сурдопереводчики говорят. И вот есть пять Б, из которых нельзя спастись. Первое Б, Бог. Без Него не спасешь. Второе Б, Библия. Из Библии в движении какого-нибудь? Третье, благословение. Вот, о благословении мне вопрос должен задать. Где благословение? Благословение от Бога, благословение от Священства, благословение от Бога, благословляя детей. Благовестие. То есть все должны идти на проповедь о Христе. И это для будущего, будущего. Пять, все. А будущее что вместе? Бог, все вместе, это мы делаем для будущего. Пятое Бое. Все правильно, понял. Пятое Бое. Это я просто сюда. Потому что люди иногда спрашивают, значит, что такое уныние? Вот и святые ответили про лох, там, у меня своя наработка. Уныние от плохо зерной работы. Плохо молился, у тебя уныние, еще не получил. Плохо зерна развалилась, сварила, пищу перепортила. Вот у тебя уныние ходишь, да вот я не думаю, положила больше соли туда. Ты сама подумай, уныние от плохо зерной работы. Поэтому работай хорошо для Бога, уныния не будь. Чтобы любое твое дело, любое соприкосновение с тобой, оно поднимало у них энергию. И на каких-то вопросов никак не решите спросить. У меня вопрос такой, не знаю, может быть, вы уже давали ответ. У вас очень такая беседа интенсивная, очень так вот быстро. Экспрессивная. Да, 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 говорите очень быстро. Вот вы сейчас поедете по загранице, как вы там будете электорат искать, кого вы там? А уже готовят, уже назначены встречи. В Париже должны быть восьмого, в Англии должен быть десятого. Финляндия заблокировала 28 число. То есть вы будете с русскими разговаривать? Подготовка прошла, я с руссконаселением говорю. То есть в основном с русским населением? Да, когда я говорю где-то нет, у меня перевозчики. Я знаю, что вы много языков знаете, да? Теперь ничего не знаю, это только похоже. У меня перевозчики рядом стоят. Вот я приехал в Грузию, на двух богослужениях я говорю, а один перевозчик, потом другой. Это все в интернете выставлено. Потом вот еще вопрос, нужно все понятно. То есть у вас уже там ланшот? Да, где-то ждут, а с Испанией по сегодняшний день у меня не было ответ. Связи нет, кроме Национальной библиотеки в Мадриде. Потом хотелось узнать по поводу нашей службы. Как вам? Вы вчера были на службе, сегодня. Сейчас будет весь спец. Хорошо, я скажу, у нас хорошие отношения. Он меня накормил, не приятный. А когда я отвечу, я буду, мне началась еще. А для него служба самая главная, он служебный. Вы же не лицеприятен, вы должны никогда не лицеприятен. Просит и скажет, что я не изменю к вам отношения, я тогда отвечу. Это о переводе изначально, при нашем общении с вами, знакомство. Еще можно, если вы не хотите послушать. Сейчас скажет, что половину ступы заменить проповедью. Беседами. Нет, он все знает. Он был там. Я говорил, где там проповедь, потеряйте. Он везде все прошел. Проповедь ваша сейчас. Вам отдали все. Отец. Мы умолкли, бандарьев. Понимаете, не надо за это держаться. Вот так, скажите. Вот вчера один человек прищищался, и сегодня он прищищается. Он старообрядцев, а то если вы так уже к нему, у них этого не позволено. Почему вы прищищаете одного человека два раза подъем? Старообрядцев этого нет. Готовился, был на службах. Ну хорошо, я не об этом. Главное, что вас любят старообрядцев, там награждают. Старообрядцев там обязательно поставят вам на счет. Старообрядцев. И так он остается рядом. У них положено четыре раза во время посты. Это в этом вопросе нетрудно сказать. Что вы проделали труд невыразимой огромности. Я смотрю. Вот это вот еще не нравится, что у вас вот этот голос выключен. Посмотрите на наши изоборопления. У нас все даже девочка на руках. Вот два погони. Холоток одет. А это будто бы я не замужем. Посмотрите, у меня волосы выходят, как бы не засидеться в детках. Это понятно всего. А это входит, уже и жука пожила, и тоже распустилась. А зачем это нужно? Женщина, молящаяся с непокрытой головой, постыжаясь в свой угол. Женщина. Имеется в виду жена, а не просто как женский пол. Почему? Потому что рядом стоит чересточка с непокрытой муж, молящийся с покрытой мужа, а он неженатый. Ну пускай-то он неженатый, в шапке молится, вы же не разрешите. По логике-то так. Если мужу нельзя, а мальчику 10 лет, тоже не разрешите. Поэтому девочки 10 лет ей приодеть. У мусульманки она самая маленькая. Вот она побежала, отец остановил ее и говорит, Самира, надень носок у тебя соскочил. Она говорит, папа, ну маленькая нога оголилась, в колонку за воду побежала. А кусульмане, он говорит, ты будешь спасен, а одно место будет гореть в воду. Тебе это нравится, она мигом поддернула, подвязала и побежала. Есть мусульманок, у которых вся голова закрыта, но зато в брюхах идет. Очень хорошо оттянуто. Знаете, мы в прошлом году в шестерпе приехали, одно удовольствие, не надо перекидывать. Вот скажешь, чего ты бритый? Старик, чего ты скобешь и пыль на иссос? С какой целью? Это называл в протокопах блудодейная ересь. Больше ни с чем не связывается. Это привычка. Я это услышал, в армии я на военном велете с бородой. Вот он сидит, только служил. У нас что, уверенно? С бородой, да, ты служил. Никто не трогал. Ну, были там, я тебя гордо опалю, были там эти слова. А он, на дьявол сокроет, говорит. Нет, в армии только первый день. Ну, когда приходишь, а потом как хочешь. И я говорю, просто тебе не надо ничего говорить. Я докажу в обиды и в течение всего. Вы тоже хотите делать? Вот и все остальные с детьми. Посмотри на иконы. Ну, посчитали 475 иконы, все с бородами. Ну, два, как Иван Богослов и Пантелеима. Это мальчишки, в институте, конечно. Они безбородные. Все остальные с бородами. А что вы видите, эта работа проделана? Сказали. И еще. По службе, даже по службе. Я не сторонник, длинное, что я могу зато. Уже никогда не понятно. Много выбегают, забегают, приходят. Повесили там с пожарными лестницами. Шаритесь в то время службу. Зайдите, фонарик зажигаете. Зачем это вам нужно? Сделать так, чтобы можно было поднимать, как флагшток. И отпустить лестницу. Если вчера устраивать меня, поспособили, я держу. Больше заниматься не все. Смотрите, пожарную команду устроил. Я не могу говорить. Знаете, все очень трудные вопросы. Вас вдохновляет вообще церковная служба? Или для вас вообще личная молитва? Нет, я не делаю. Гость мучен. Но я в это время молился своими словами. Для меня служба как раз. Но я смотрел на людей, которые приходят, они ничего не понимают. Не понимают и тех, которые читают. И вот бубняк тянут, одну ааааа. Думают, что они заблудили, забыли какой-то вещество, или что они. Людям Слово Божие нужно. Вот приступился, старая прящинская. Хорошее, все в него хорошее. Поэтому две трети службы заменить проповедь. И вообще все это укоротить не больше двух часов. Скажи, батюшка, если знаешь, служба Якова, рестургия, сколько продолжается? По полному чину? Не знаю, может быть, час двадцать. Якова? А после Якова? Я наугад сказал. Сколько сказали? Наугад сказал. Сколько? Час двадцать. Примерно восемь часов. Не знаю, не имею опыта. Может быть, девять часов. Дальше. Дальше идет Василий Великий. Василий Великий по полной литуре. Сколько? Шесть. Шесть. Ну? Не знаю, у нас это, но четыре. Почему он погусился на труп? Другой народ и видит, что ничего нет. Василий Великий, насколько? На тридцать, кажется, лет старше его Яна Златоустова. Яна Златоустова смело в литургии его под нож пускает. Яна слова, короче, больше, чем на час. Литургия Яна Златоустова сколько? Литургия Никон, я не сторонник его Златоустова, безумная это была его реформа, разделившая наш народ и провалившаяся вся Россия в это прорубленное окно. Это доказывать не надо, понятно. Но он это понимал, и он службу еще раз укоротил, вот который идет, и он сделал правильное. Не надо так, Никон, и все на него валит. У Никона много было хорошего. Старообрядки ничего хорошего уже не имеют. Так нельзя. Я хорошее даже у Ленина нахожу. Самая высшая антипатия у меня к нему больше, чем к Гитлеру. Я у него нахожу хорошее. А что? Выражение. Радость наша от трудовых успехов. Или говорит, политика, умение управлять государством. Четко и ясно. Я перехожу как дедуктивный метод, мол, Шерлка Холмаса. От самого большого к малому. Умение управлять городом. Политика, умение управлять улицей, умение управлять домом, умение управлять семьей, умение управлять собой. Вот главная политика души. Понятно? Сам понял. И это вражание Ленина Хульянова. Если бы однажды было, я считал, как в легенде, Господь Христос проходил, и лежит дохлая собака. А в дохлую зубы сокращаются, зубы видать. Ну и люди-то что, не могли зарыть тут собаку, а Господь остановился, говорит, посмотрел, какие у нее красивые белые зубы. Одна мать, это уже наилу была, а дочь не услышала, она протестантка. Говорит, мама, ты так от всех хорошо отзываешься, наверное, у сатаны что-то нашла. А да, говорит, я знаю, что там есть хорошее, но только неправильно употребляет, что неутомимость. Качество неутомимости. У него одно дело разрушилось, он хватает грязь из столет, замазывает щели, говорит, ничего, достроен капитализм, социализм, перестройка пойдет, рушится все. Он не перестает, но теперь новая начинает интеграцию, глобализацию неутомимости. А мы должны повернуть это на дело Божье. Вы упомянули от отца Геннадия Фастия. У него такие нетрадиционные немножко о причастии, о исповеди. Вы его считали? Да. И что? Ну вот о исповеди, о причастии. О причастии, о крещении. Да, вот отец Геннадий Фастин, Геннадий, который мой дом обратился. А по степени в причастии? И его сравнивать с собой нельзя. Это другой уровень. Понимаете? У него, так было на обращение к преподавателю в университете, здесь заканчивается академия, диссертация. У меня нет ни одного класса. Я ни одного дня не учился. И он как-то мне, ну дело в прошлом, потому что на интернете стоит, скажу, выросли, говорит, как дичок. Я говорю, вот это и важно, что мою душу не уродовали ваши учителя. Надо мной ни куевриянов, ни крестьянки не писали. Я у Бога всего упрашивал и советовался с цветными отцами. Я на молитве ищу в Духе Святого, чтобы это было. Чтобы нигде не нарушить ни этого канона. Вот отец это понял. Я говорю, лежу. И это Андрей говорит, как-то, знаете, это старообрядческое, с баптизмом. Потому что баптизм это знание Библии. А если я закономствовал, это старообрядчество. А народ этого не понимает, баптизм, старообрядчество. Я тогда разъясняю, какое? Он знание Библии, последовательность исполнения заповедей, относит к баптизму. Это правильно. И другое, что заповеди, ну, кому он исполняет? У старообрядцев, ну, все-таки, исполняется как-то. А у так называемых неконеков вообще никак. И Андрей сказал правильно, но в глазах на людей это поселило сомнения. Вот он говорит, я с ним на этом согласен, но маленько вот в этом где-то не согласен. Обо мне. Я даже с ним не согласен, эти слов не скажу. Он уже поселил сомнения в вас, и поэтому, а где, не знаете, каждый говорит. А сам батюшка сказал, что вы у него все правы. Все кончено. Мою работу, который вы подходит, я говорю, пока я здесь не работаю. Нет, так нельзя максималистки говорить. Если какие-то есть нюансы, частности, в которых есть некоторые разночтения, разногласия, значит, что все нужно рушить в том, в чем единство. Ваши ваняты поняты. Никитин Леринский как говорил, что должна быть главным единством, свободой во второстепенном, во всем любовь. Кто это сказал? Никитин Леринский, святой. В каком году? Это, по-моему, пятый или шестой репт. Так, это сказано у Тертуляна было. Вы знаете, когда? Никитин Леринский, в Войсажинской его сказано. Второе, Блаженному Вангустину приписано. Таково действительно, конечно, не пятый репт. По крайней мере, Тертулян. Потому что впервые встречаются у того, кто живет раньше. Ну, но, хорошее выражение. Ну, не в этом дело. Что-то похожее может быть. Да, может быть. Главным единством, авторостепенном, свободой во всем любовь. А что главным теперь надо решить. Главное для нас, Христос. Библия и Церковь. Вот три слова. Когда это есть, а все остальное, мы к этому уже подбуем. Никуда от Слова Божьего. Никуда от толкования от Соборов, от Святых Отцов. Я в священнике сидят иногда. Я говорю, скажите, что самое ценное православие? Мощи. Так и ахнично. А ты знаешь, что мощи это трупы? Это трупы. В общем, а как вы можете мощи трупами называть? А как? Что это? Трупы. Трупы. Самые настоящие. А откуда известно? 12 глава Откровения. Придут два пророка, Инох и Илья, убьет их, и трупы, и бросит на улицу города. Инох и Илья трупы, а Сергий не труп. Похоже он тогда. И Христос говорит, где труп, там соберу с самого себя Христос трупом называет. В чем выяснили? И поэтому нас цикланты обвиняют, имея большое основание назвать трупопоклонниками, а мусульмане называют синаедами. И чтобы этого не было, мы должны урегулировать это все, чтобы выходить перед ними смело, говорить, и мы в этом не участники. А мощи, где мое предложение, везде в интернете выяснили, все мощи изъять, все, исчезти с самой великой, собором, похоронить в недоступном месте, в самом благочестивом виде. С песнопениями, все, что требуется. И мощи может быть, почему? Прах и в прах возвратишься, это осталось неизменным. Прах и в прах. И Господь будет искать его не там, где мощи режут. Это ни один святой, ни один. Вот умирает, Семен Столпин. Первый сентября, житие святые. И говорит, не вздумайте что-то взять от моего тела. Но патриарх его очень любил. И решил на память волосинку от бороды. Почему об этом не говорят? И Бог сразу ума отсек, она отсохла. Волосинка одна, и потом у патриарха. Патриарх ставил волосинку на место, она сказала, тогда житие врет или что? Так я тебе назову таких, у меня житие в голове. Я его где-то больше десяти раз прошел эти 12 табу, составлял симфонию, сопроводительные документы. И таких было много. А такие, как Антоний, я буду задать вопрос, скажите, где мощь Антония Великого? При его знании, при его колоссальном, он стоит, не может еще сказать. Никто не знает, не вы, а где только. Он заранее боялся монахов лежит в бой. Ушел, и никто не может найти. Где Илалион Великий? Они уже боялись этой монашеской тупости и глупости, и прятались перед смертью. Где-то заложили за собой пещерку, умерли. Патриарх от нас же выступает, зимой, в прошлом году. Есть такой ролик, патриарх, куда вы нас ведете? Ну, переменцы, зарядите. И вот он говорит. Привозили поезд при святой Богородице. Он был, я сейчас могу, четыре месяца вроде бы. Три с половиной миллиона посетили. Это какая вера в народе? Я даю небольшие ремарки и говорю. Я не верю, что патриарх говорил. И вдруг представляет, он говорит. Говорит, сидит за столом, дает в дереве и прямо говорит. Да какой же патриарх? Это доказательство неверия. Ни одного процента нет доказательств, что такое Богородице. А во-вторых, а при чем тут поклонение? По 18 часов стояли, никто лучше не сделался. Вера от слышания. Слышания никакого нет. Ничего нет. Это монахи-торгаши. Греки. Они все продают. Одно время торговали калом от Аслана, на котором бегал Христос. Было время торговали, говорит, тьмой, которая была в Игипре. Но в колорочке открывать нельзя, чтобы свет не попал. А то и что мне пишут. Это монахи-торгаши. Они не могут безотвожить. Это торгаши. Они сейчас костями идут сюда, в потоках. И об этом кто говорит? Уасипов Алексеевич. Это они живут этим. Они безотвожили. Ефреев, Ефрам, Ефрам. Сколько его судили там? Это все за торговлю. Это торгаши природные, прирожденные. Нет, Евгений Тихонович, просто, наверное, душа так устроена, что, ну, как бы, святыне, ну, не то, что поклонение, но какое-то уважение, что ли. Уважение в то, которое Бог заповедует. Взять и похоронить. Придать прах. Нельзя автаназию делать там. Нельзя сжигать. Ну, это понятно. А хоронить написано, прах ты, и прах возвратишься. Потому что интересно. У нас, когда открываем, у него все, знаете, привлечение вам нормально, но одна фаланга отгнила. Хорошо. А ты думаешь, что давайте. Я отвечаю. Одна фаланга отгнила. Понимаете, щита держат. И вот второй бряшечный корнильник стоит. И вот так вот, я поставлю ногу, показать. Вот так отпилены две ноги, пальцы скрючены, как в бессмертной судороге. И они обмывают губки. Тут и пископы стоят на блюде. Это все ноги отпилены. Это кто же позволил так делать. Это в интернете все высказано. Это надо. Это язычество. Вот об этом лучше всех. Я знаю, вот Петр Бещерин, настоятель доделал мангстеряр. Это сегодняшняя наша священная. У нас, говорит, клубочное христианство. Белый магизм. Геннадий Михайлович, а вот очень большие разгласия идут по поводу того, какая внешность была у Христа, у Божьей Матери. Одни говорят одно, я читаю, другие другое. А вы хотите то что-то узнать? Ну, внешне, да. Я вам объясняю. Где это написано было? Написано. Очень хорошо написано на Златоусе. Только запомните, одна фраза. Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Точка. Повторите. Нет тут, значит. Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Точка. Свято, я Златоус. Если вы это приняли, мне это достаточно. Тебе это в какую роль играет? Никакую. Но рисовать Богородицу, как старая цыганка на базаре, никто не позволил. Ей было не полных 15 лет, когда она уже нянчила Христа. Не полных 15. Бог 5508 лет подготовлял этот сосуд. Это ясно было, что у ней была тихая небесная красота. Она была неуводливая. Она не горбатая была. Она была нормального женского роста. Нормальной комплекции. То есть, если сегодня, скажем, это была лучшая фотомодель. Ну, я, простите, что таким словом... Гульгарное слово, конечно. Она была избранницей Бога, Духа Святого. Бог так долго не предоткаривал вот такой чудесный сосуд. И рисует она сидит какая-то бабка, не поймешь, где у нее глаза, и кого держит. То есть у нас ребенком, значит, она и должна. Вот есть такое, я не знаю, еще католическое изображение. Она именно молодая и держит, и такая в пространственном виде показывает. Ну, он согласен. Вот еще профессор Росиков сказал, что... Ему задали вопрос, что... Ну, какие расхождения у нас с католиками? Он сказал, у нас нет ни одного соприкосновения с католиками. У нас все разное. У нас нет ни одного с ними... Это профессор Росиков. Да, профессор Росиков. Я не знаю, что я. Я сильно врать не могу. Нас с католиками разделяет не то, что все, а только одно. Одно единственное. А вот это единственное, вы теперь вырастите сами. Сама? Нет. Потеря любви. Больше ничего в этом нет. Все остальное надумано. Католики в Гресте, я никогда с этим не соглашусь. Но я и не скажу, что католик в Гресте, и папа пойдет в Бак. И скажу. Дальше. Они крестят вот так, кошка там где-то, сосудом они как поливают. Извращение. Но это крещение будет принято, я не знаю, но я знаю, что неправильно. Но они соблюдают крещение, их главное рукоположение сохраняется. Это настоящая церковь. Самая настоящая от апостольских времен от Петра Ильи. А что тогда иеритичество в Ваших глазах? Иеритичество. То, что признанное, и что иернативное. По полному смыслу, иеритики, они выражены в канонах собора, показанных. Иеритики, 6 столетий на признание Святой Довицы. Спрашивают, что такое православие. А завтра на православие иеритики идет. Это слава Отцу и Сыну и Святому Духу на Непрестном и Великим Богом мире. Сегодня кланяться не умеют. Креститься не умеют. А элементарно вы это получите. А как? А мы вот так. А другие, мы вот так. Вот в этом и в этом элемент ереси. В том и в другом. Элемент ереси. А как? Две минуты. Иеритики, он говорит, что Божество бесстрастное. Спорить не будет. То есть Божество, оно не может страдать. Это что? Это Богочеловек, склоненный в небесах, сошел в Христос. И поэтому они, изображая крест на голове, показывают страдание Богочеловека. Богочеловек не страдал. Человечество. Поэтому палец один оказался лишним. У новообрядцев, так называют Микониан, Троица. Троица тоже не страдала. А как правильно? При изображении Христа должны быть показаны муки Христа. Вот у католики правильно. Пять. Пять кран Христа. Я вижу голову в высоту. Трясется? Не согласна. И сюда есть нас, на левой стороне, стоящих, посредством твоей любви, переведи на правую сторону. Объяснение 100%. Правильно. Но я не католик, и так креститься не буду. Но я должен беспристрастно рассмотреть. Первые христиане, ян Златонов, молились одним перстом, но не говорит каким. Каким, неизвестно. А сегодня привозят внука, одна серебряная, мощи святого Георгия Побероноса, и вот так вот показаны. Вот так показаны. Это все сатанисты молятся, все масоны. И вот так внука стоит. И теперь, говорят, привозили Витебскую там где-то область. Кому поклоняются сатане? Сейчас народ в памятнике. А это серебряные сделаны. Вот так вот, рука благословляющая там. А показывай. Вот должен какое, священничество, покажи. Потом переделали они это. Я, можно поясню? Это у отца Сергия в Испенском находится эта рука. Вот, он привез из Западной Европы, вот католика, выкупил. И это металлический такой был клад с таким вот, значит, потом он это все переделывал. Когда критика пошла, все тогда переделали, так сказать, на... Переделывали. То есть что хотят, то и делали. Ну а люди-то, которые поняли, говорят, мы кого сатану целовали, ходили, поклонялись-то. Потому что вот этот знак, почему он называется, козли лежит, еще маленький коза не резает. Надо, да, да. Детей ругают. Да. Вот, вот. И показывается. Коза бодается. Ну, а гардеристы, сатанисты показывают, церковь сатаны держат пальцы вот так. Масоны, президенты, все держат пальцы вот так. И вдруг привозят христианам православным, они целуют этот знак. Чего тут не догадываются, это что-то не то мы делаем. Иоанн Матонус говорит, изображение было одним перстовым, не где-то написано, а у этого... Умерника Федоров. Я не знаю. Идеев, один, но не написано, какие. Я думаю, что все-таки указательные. Он как-то более подвижен. Я прихожанин, обыватель, и мое понятие нашей православной веры – это любовь. Как ваше отношение к Второй Заповеди? Возлюби ближнего, как самого себя. Это невозможно, пока ты не узнаешь, кто ты есть. Чтобы ближнего, как со мной себя, тебе оригинал дал ты. Ты себя знаешь? Ну вот бабка, вот она сидит. У нее внучка. Она говорит, что он с внучкой? Ешь больше, спи дольше. Это у нее главный лозунг. Я считаю, баба, как только мог ходить, всех приедевать надо. Отсылать куда-то, на соловки. Ну а народы – это в этом первый год. Ты узнаешь, в чем состоит любовь ради ближнего. Душа, чтобы его была спасена. Чтобы жизнью он уподобился Христу. Чтобы в нас были существования во Христе Иисусе. Чтобы вечности мы были со Христом. Вот ради этого, как, я не знаю, молитва, христианского. Или кого-то было. И чтобы мы все пристали к этой вещи и пристали к Царству Павлю Небесного. И патриарх Христиан 1 молитвословно было. Чтобы мы все дошли любезно в Божий мир. Но это все делается сегодня. Там поздно. Если сегодня не вошли, не узнали, не пахались, ничего, там ничего не получишь. Все надо делать сегодня и не завтра. Вот я говорю, я живой человек. Я был в Америке ездил, спрашивают, а как вам КГБ помешало? Ну, садили, у меня взымали литературу. Столько пленок. Вот такие две большие кущи в кровавой паркатуре сожгли. Ужас, что? Я отвечаю, они мне никак не помешали. Они меня сделали известным. И потом меня пригласили из Канады, из Америки, митрополит Виталий и прочее. Никак. Почему? Митрополит Виталий покойный, да? А? Митрополит Виталий покойный, да? Да. Я с ним вместе проповедовал с одной кафедры. За одним столом был. И он меня вот так трес, чтобы я стал священником. Но я ему доказал, что лучше для меня это не мое. Вот у меня брат протеолеет. Второй брат. Мы одновременно у Александра Пьевара учились. И первый должен был положиться, я сшили подрясник, договорились с епископом Максимом Крохом, омский епископ. Я надеваю и сразу остановился. Застегиваться не стал. Я понял, это не мое. Я сразу снял подрясник, положил и сказал, брат, одевайся ты, я не буду священником. Вместе учили, закончили семинарский курс. Я понял, это не мое. Объяснить я это не могу, это другой уровень. Я понял, не мое. И когда митрополит Виталий сказал, он подумал и говорит, пожалуй, вы правы, кое-где вам двери закроются. Я считаю, что вот в одежде он делает, это очень хорошо. Но это делает дистанцию между простолюдием. Я среди них один из них. Значит, Виталий все-таки был проницательным таким человеком. Я с ним молился, рядом стоял, я видел, как он молится и говорит, какие проповеди. Мне не с кем его сравнивать даже. Это огонь. И вот мне дали слово, там, в каком-то собрании, Сан-Франциско или где было, а он в зале со всеми сидит. Моя проповедь его настолько трогала, он уже в годах таких был уже, это было в 92-м году. Он по ступеням поднимается туда, он у меня берет микрофон, вот же, что он хотел сказать. И опять побежал туда садиться, как юноша. Я продолжаю дальше говорить, лежу, он опять соскакивает и бежит. Я говорю, с ним никогда такого не было. Это такое было единство. Ему хочется сказать, что вы слушаете. Но я же это говорил, но почему же вы меня не слушали? Это же я говорю вам сейчас, я его понял. У нас бывает такое состояние. На одном конгрессе, где-то я был, выступают на тему экстремизма. Ну, везде, вначале там толерантные отношения, вот это вот, все это. Ну, прям, я думаю, я вам скажу. Ну, а передо мной вышел доктор юридических наук Сорокин Виталий. И он говорит, он преподаватель, завкафель в Барнауле, говорит, как будто это я стою там. И я выходить, мне говорит, тут просто нечего. Я вышел и сказал, вот, у меня библия в руках, а против экстремиза, я экстремист. А все, кто не экстремист, а тут жюри, там разные, сидят профессоры, а остальные, я говорю, бливотин. А почему? Ты ни холодный, ни горячий. Да. Иначе я извергну тебя из уст. А из уст, Кесария Андрея Вадакийская, говорит, это бливотина. Бог извергает, как ненужное. Я пришел домой, когда, и узнал его телефон, позвонил. Скажите, как вы могли такое сказать? Он говорит, а твои 16, ваши 16 книг у меня на полке стоят, разве зря? Он в магазине покупал книги мои. И он все это впитал в стыд, и вышел на кафту, и все сказал, мне ничего не надо было говорить. Я где приезжаю, встречаю людей, ну, разных. Впереди уже прошла работа. В каждой библиотеке я оставляю 38 книг. Это мои дети. И они работают с самой долгосрочной программой. Людей надо просветить. И просвещенные люди, они видят во свете Христовом. В каждой книге я делаю примерно 3 тысячи ссылок на Святую Библию. 3 тысячи. А их 30 томов уложь. И получится что, уже почти 100 тысяч. То есть, каждая, вот у меня, допустим, сейчас готовы к изданию 4 тома. Я не могу их издать. Они в интернете выставлены. Мои стихи. 3 тысячи 467 стихов по 9 куплетов. И у каждого эпигры в библии. Это 4 тома по 800 страниц. Это мои стихи. Я считаю их своими, я не могу их признать. Это настолько выше моего уровня развития. Там такая, называется, перенос событий, старпаляция из того времени на сегодня, и конкретно к читающему. И на 36 строчек, и напротив каждой строчки выставлено из какого места Библии взято эта мысль. 30 тысячи 6 раз от Библии. Найти что-нибудь коротенькое, прочитайте. Что сами снащите нужных. Я сейчас на улице был читал. Арсен, а вы с гитарой пришли? Это хотели спеть? Нет, меня попросили гитару. Виктор Николаевич, вот сидит. Вот наш потерянский голос сам положил на музыку. Примерно 80 моих стихов варень. Если бы была гитара, он бы не сам поет и играет. Есть гитара, есть. А, я вот привез. Ну, дайте, простите, тут я уже поставил. Приветствую своим воображением. Ваше отношение к мусульманскому как к религии? Это, ну, что это? Ересь сатанистской религии? Или это, как нам пытаются проднести в последнее время одно из путей к Богу? Как оценивать мусульманскому? Я этот вопрос задавал, скажу, по-моему, Блебу Японину, отцу Диметрию Даткоя, Александр Румениев. Самый лучший ответ Александр Румениев. Просто это у меня написано в 20-м году. Я вас заинтересовать должен. В 20-м томе мои книги открыты моком. Все книги в 30 томов открыты моком. Это выдержка из книги чисел 4 глава 15 стих. И там все это сказано. Я мусульман знаю. Нас пугали. Вы поедете, там только головы режут. Шесть мусульманских республик в прошлом году проехали. Два раза в Чечне были. Азербайджан прошли, Дагестан, Ингушетия, Алания, это северная Россия. И скажу, что все, что говорят, все правильно. Но на нас это не срабатывает. Они нас принимают, как будто бы мы приехали. Первый раз видят. И они не знают, что нам дать. В магазине что находят? Все, нам накладывают воды, хлеба. Что у вас не хватает? Ну, бананы я вернул назад. Сыр, стой, улатрешек вот маленько. Это мусульмане. Знаю, что мы едем с христианской миссией. Игнатих, ну, есть как бы мусульмане, а есть люди. Я имею это отношение к религии, а люди это немножко другое. Ну, я так не могу разделять. Я ночую в доме Мулы. О чем говорили с ним? О чем говорили? Все в интернете стоит. Коронный стих, который я взял, Римин 6 глава 23 стих. Возьми здесь за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечна на Христе Иисусе. И все заснято. Ты можешь сейчас найти, ткнуть, и с нами вместе там в комнате, мол, и будешь. Вот, когда говорят о Сысоеве, Даниле, для меня это просто святой человек, священно-машин. Да, святой. Святой. Без всяких споров я докажу. Но я не работаю как он. Он разбирает, что это не такое-то. Я вообще не трогаю ни Коран, ни Аллаха, ни Мухаммада не трогаю. Я беру по Библии и разговариваю с ним, как по Суде Божьей. А он пускай места свои показывает. Он не может еще показать, но он со мной уже соглашается. А были случаи обращения мусульман от вашей пропаганды? Вот как у него было, вот такое, чтобы я говорил, и внезапно он обратился. Такого не было. После, когда я уезжаю, после этой работы, там где-то сообщают, я там мало был. Я был только в республиках в прошлом году. Но книги остаются, и они работают мусульманские. А для него вам приходилось встречать? Не приходилось. Вот мы были в Дагестане, там выходишь, комната для намаза. О, молитва. На втором этаже. Подергали, она закрыта. И когда директору мы передали книги, это все написано. Мы спросили, а можно зайти там помолиться? Говорят, нельзя, там капище. Ну ты считаешь, нельзя, мне везде открыто. Мы говорят, разговоров нет, уже сигнал, дверь открыли. Мы разулись, как положено, зашли, один из наших снимает, это все заснято. И мы преклонили там колени, там у них тюбетейки лежат, изображения, какие-то такие, не человек, а рисунки там просто растительные. Что-то там такое написано. Олег Тостеняев прочитал, он вроде знает где-то. Мы помолились, попросили, чтобы Господь этот народ коснулся, чтобы установился мир. Я знаю, что тут подслушивающие аппараты, там стоят что-то. Потом я был в это, пошли в мечеть, я в мечети молился у них. Они во время, между их богослужениями, они сидят там, мужиков полно, как они глядят, они глазами у меня, кажется, в пепел превратили. Но я встал, земные поклоны в мечети. С крестным знамением? Не жаль, без крестного знамения, куда же я без него? Это оружие мое, но у меня носки рваные, и в носках нельзя, я босиком по этому все снял. У меня вышло, то нет. И когда я встал с молитвы, я гляжу, вокруг меня кольцом мусульмане стоят в мечети. Но я попросил разрешения, при тем, как пойти, меня привели туда, ну и начался разговор весельный. Я никогда не трогаю их религию, совершенно, меня это не касается. Я благовестник, я не опровержитель Корана, Веды, для меня Библия и Христос, и я туда это и приношу. Мы должны показать, насколько лучше быть со Христом, нежели с кем-то пределить. Надо, людям нужен Христос, а не мои знания. И что-то где-то сказали, вот вы, это Бог, моего там нет. Я не поэт, но когда я читаю свои стихотворения, вот он сейчас споет, где-то, это настолько запредельно выше моих мыслей. Это даже нельзя сказать. Вопрос. Я спрашиваю, старейший поэт меня спрашивает, там 97 лет, еврей, в Барнауле. У меня не одно стихотворение такого нет, а у меня там сколько написано, за всю жизнь. А где вы берете тему, а я показываю четкие, блестовка, и у красного уголовка. Я молюсь, и в это время мне мысль, я тут же останавливаюсь и строчку записал. Все, это будущее стихотворение. Это был такой композитор Вивальди, а он был священник. И когда эти его хрюки-то посещали там, он скорее на престол и за писателем. Ну и папе доложили, это грозило ему и костром. А папа на уровне, когда махнул рукой, да вы знаете, поэты, писатели, художники, музыканты, они же того этого, не трожьте вы его. И такие прекрасные стихотворения благодаря папе сохранились. Не надо верить одной меркой. Вот выступает Юрасов и говорит, вот вы пишите про звезды, а святым запрещено звезды рассматривать. Ну правда есть такое, есть. Там манахиня живет при Ниле, и она не видит ни заката, ни разлива реки, ни красоты. Я считаю святых, и говорю, и Френ Силин, который в пустыне, и он любуется звездами и говорит дальше. Говорит Григорий Назиандзин такое-то, все, но и Амброси поплыло. Он рассчитывает на неведущих. Святые любовались. И Златоуст говорит, толкуя слова в 5-м турбе Псалтири, о звездном небе. Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук и увещают тверь, день дню передает речь, и ночь в ночь открывает знания. Восемнадцатом Псалом. Поэтому не Амброси нас учат, а Дух Святой. Не Амброси это один из самых хороших священных. Но здесь он просто неправильно. Надо любить природу. Это творение Божие. Через нее мы, как Варвара Бога, можем узнать без Гиблии, что Бог есть. Варвара узнала. Но вернуть во Христа без проповедующего нельзя. Должен веровать слышание. А слышание от Слова Божия от Гиблии. А я глянул, вижу все, как сотворенное, я сразу понял Бог. Так, послушаем. Так, Ароссет, подождите, где-то там. А, подождите? Подождите, где-то там. А, подождите? Виктор, когда ты расскажешь, я все-таки маленький резюме. Какой хотите? Ну, Святая Русь. Ну, я слова-то не все знаю. Ну, ладно. Святая Русь это стихотворение. Мои положим, конечно, скажем. Маленькое слово, да. Ну, я, в принципе, повторяю, о чем вчера говорил. Значит, дотезисно говорить. Первое. Богу благодарен за встречу с Игнатием Тихоновичем. Много получил, обогатился. И его пребывание сейчас у нас явно промыслительно. Тоже рассматриваю, как возможность обогащения, как мощный импульс для внутренней работы, для работы ума и сердца. В то же время, хочу сказать, что да, все, что было сказано, я много-то записывал. Мы потом внимательно все проанализируем, обсудим, проговорим, освежим в своей памяти церковные учения о почитании мощей и так далее, и так далее. В принципе, мои взгляды, мои позиции, сугубо консервативные, традиционалистские, они остались, в общем-то, непоколебленными. Я против ажиотажа, я против крайностей, я, значит, за трезвенный подход к всем предметам веры, к чудесам и так далее. Я за то, чтобы очень хорошо изучали Священное Писание, чтобы были библейские часы, уроки, значит, занятия при храмах. И можно пожертвовать каким-то акафистом, в некоторых храмах акафиста ежедневно, для того, чтобы обратить внимание на Слово Божие, на его изучение. Да, и также хочу сказать, что, в общем-то, все, что у Геннадия Тихоновича через его уникальный духовный опыт, это духовное богатство, оно нами востребовано. Ваш пример вашей огненной веры и ревности для нас очень значим, впечатляющим. И совершенно с вами согласен о том, что Слово Божие должно быть в центре нашего внимания. И Личность Христа распятого и воскресшего также в центре. Должна быть строгая иерархия, не нужно рассекаться, уходить куда-то в сторону. Второстепенные вещи, вспомогательные вещи, не нужно терять центр благовестия, центр поклонения. Все это важно, все это, так сказать, полезно, общаясь с вами. Но, в принципе, у меня, так сказать, нет такого, какого-то, так сказать, глубокого сомнения в отношении полноты церковных установлений, потому что церковь, стол подтверждения истины, она развивается, вдохновляется Духом Святым. Она является непогрешимой по существу в лице совокупности всего священства, всего епископата, то, что выражается на Сиренских соборах и так далее, и так далее. О крещении через полное погружение очень актуально и важно, то, что вы говорите. О необходимости общения, благовестия. Одним словом, это очень насильно обогащает, обогащает, да, но это не значит, что, вот я когда молчу, чтобы не было недоумений у прихожан, вот, это не значит, что со всем мы соглашаемся. Но все то, что действительно является таким важным и полезным, это, несомненно, будет нами задействовано. Это новая такая свежая волна, свежий такой воздух, который нам помогает более, так сказать, самим быть свежими, не покрываться, так сказать, плесенью, мохом не обрастать, да, быть такими, как вы, подражать вам в легкости, подвижности, в огненности, что касается свидетельства истин божьих. Я хотел спросить, вы Льва Ашанина знали? Ну, слышал, что есть такой поэт. Ну, что интересно, он не встречался с ним, я так говорю. Однажды я был в литературном институте, и у них какой-то там семинар был, и каждому давали одно стихотворение. Ну, а я приехал к розовую драматургу, и попутно заглянул, и откуда высота, и дорогу у меня написали стихотворение, у меня стихотворение, 1467. Спрашивают, а много это? Это Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блох вместе взятый и Мишин. Все, если встал тут вместе взятый. И все божественные стихи, каждая строчка пропитана Священным Писанием и Жизнью. Но дело в том, что... Дарья, да нет стихотворения прочитать. Кажется, я ехал, и цыгане садились в облак, цыгане на вокзале. Все стали кричать, еще дайте Леопу Ивановичу прочитать, я еще прочитал. Второе стихотворение. Просят третье, четвертое. Это вообще... И он тогда встал и говорит, знаете, у нас такое впечатление, будто бы ветер порвался какой-то, все наши поточки открыл, говорит, и... О чем мы говорили? Какие стихи? Вот сейчас считали, цикл, цикл, мотоцикл. Ну что ты? Ну кому тут научился? Андрея Вознесенского. Он пишет, девочка писает по беседресе. Ну вообще даже уму не постиживает. И с чем мы можем научиться-то здесь? Это печально, это писание в журнале «Новый мир» и прочее. Вот Виктор Николаевич, он хочет прочитать, вот пропеть, «Святая Русь». Это стихотворение. Но он, я его целиком не знаю, я некоторые слова прочитаю. Отец, вас может трогать это. «Святая Русь». Когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает, останется вина, война. Хватали все от севера до юга, до порт Артура, оску островов. Все подгребли, саму тайгу и в югу, и расплодили нехристей воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжирец жжет и рубит по весне, мы опостылили от века и до ныне в Прибалтике, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, а Близовый смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольство в запись, у нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли. Служение Богу, на родном, на русском, крещение духом, водное, крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполнить веренное нам не Русь святая, а герои веры в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы Эхимеры. Хорошо. Положим, наверное, это поймут, запад послушать. ПЕСНЯ Что будет мир, и рухнет храм до луна, заплодоносит мертвая земля. Вы говорите о быловой России, царях великих, собирающих Русь, что всех иуд повесят на синее, но я обратное вам предсказать берусь. Святая Русь, когда была святая, скажите на тот срок имена. Во свете мини, патетика растает, останется вино, вина война. Охватали все от севера до юга, до порт-артура, лоск у островов. Все подгребли в салон тайну и в югу, и расхладили в дне Христи воров. О, Боже, проповедников пришли, Сбужение Богу на родном, на русском, Крещение духом водное в крови, Термистый путь и вход уж очень русский. Кто, Боже, наш сокровища земные, Транжирит, жжет и рубит на весне, Мы обостылили от века и до ныне, При Балтике, Татаром и Течне. На нашей земле вожделение, зависть, Облизываясь смотрит в мир, Весь мусульманский мир нам здоровается в запись, Отдается счастье каждый мир. О, Боже, проповедников пришли, Служение Богу на родном, на русском, Крещение духом водное в крови, Термистый путь и вход уж очень русский. Тогда, исполнив веренную нам, Не Русь святая, а не Рои веры, В народы понесут евангельский бальзам От галустической заразы и химеры. Моя стихотворение написано про мою биографию. Мы видим рассказы, Игорь, прослушившись, Игорь, прослушившись про биографию, Ни день, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и входят, за обедом стреляют точно в лоб, И давят только вниз. Задача выжить, и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, Петля и яд меня не захватили, Враг не достал, истратил всю казну. В истерике, в бессилье. Их совещания по дальним кабинетам, Моим паролем, к ней, кличкой, псевдонимом, Обклеены, пропитаны планшеты. И враг все там ближе, ближе. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить в межу со златоуста. Путь житийный пройден. С той стороны земли на все ближу. Я с Моисеем на своей вершине В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине Мой след вынюхивает у кустов веки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощаюсь, земля, азарь, закона града. Мой труд, следы, читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить в межу. Со златоуста путь житийный пройден. С той стороны земли на все ближу. То есть я умер и ближу. За мое дое, бешеный Саул, Они разведали, что я не лёгокриды, А штаб-квартира избран в Барнаул. Покажем мотив. Давайте заключение донесить на пение. Мы два часа следим. Предлагается пройти беседку, На воздух, её задействовать. Как-то общение. Черези у нас трапеза, После вечерния, Заключительная проповедь Игнатия Тихоновича, Трапеза на улице в 19 часов, Заключительное общение. Я прошу всех, Чтобы пополить, Чтобы завтрашний день У нас был как намечено, Что посол Великобритании Сделал, что обещал. Вырвать паспорта, И мы сразу, мгновенно уходим. У нас времени нет нисколько. У нас остановки, Ещё 4 остановки в России, Чтобы перейти И границ в Грузии, Ещё не с Турции, Уходим по лесу. Итак, заключительное Песнопение. Это и часть Канадского общения. Да, Курин. Давайте Евангелие Единственное ответствие. Да, давай. Называется Строительный ответ. Вот писать И стихи на какие-то Необычные темы. Ответ строительный Как-то. Восстань Россия Прямо стоянием во Христе. Размолочи Преграды Ты живешь И словес Не будешь По главе А не ты стись В хвосте. Евангелие Бог единственное ответствие. О, патриотизм, батюшка. Россия будет в обновь. Единственное Патриотизм На евангельской заказке Должно быть. Якова Возглашает Премудрость Водмем То есть Раскримитесь Станьте прямо Не в депоте Как воевые кони Готовы Боять Через брустверы И ямы Всемиры Жадности И скривила чина Подмен на гимн Продавца Сумен Уменьши Ленину По своему Паршину Напишет Прив Пока Я не Уйдет Воздание Россия Прямо Стояние По Христе Размолочи Преграды Принжи Словес И будешь во главе А не плестись В хвосте Евангелем Вот единственный Отрез Евангелем Вот единственный Отрез Стоим Прямо С Библией Сверяйся И не склонись Под чуждое Ермо Для выгоды Своей Шушукаются Рясы Интеллигенция Долмолушина В дерьмо Отрез Строительный На тоненьком Шнуре И по нему Свой сно Поставим Прямо Ограду Выбрать На своем Дворе Кто не стоял По смерти Приму Сраб Поставь Россия Прямо Стояние По Христе Размолочи Преграды Принжи Вежим Словес И будешь Во главе А не плестись В хвосте Евангелие Вот единственный Отвес Евангелие Вот единственный Отвес На высоте Нил Стоит Под Порком Завалится Жир Без Канонов Искусством Оправданет Вчерашней Оговоркой Корабль Не спасти Что кверху Он Тонет Корабль Не спасти Что кверху Он Тонет Восстань Россия Прямо Стоянием Во Христе Размолочи Преграды Приму Живей 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 Повес И будешь Во главе А не плестись В хвосте Евангелие Вот единственный Отвес Евангелие Вот единственный Отвес Отвес Каким-то Воспитанием А которые Имеют Свежий Взгляд Взгляд Так сказать Навеянный Духом Святым И Представляю Себе Люди С дипломами Маститые С высоким Мнением О себе Но если Так сказать Они не могут Так сказать Слово Божие Благовествовать Не знают Его То как В наших Глазах Будет их Так сказать Имидж Каким он будет Его уровень И вот такое Пророческое Служение Оно Очень важно Нельзя Ограничивать Конечно Духовная Жизнь Отправлением Культа Как говорили В советское Время И Только Отправлением Усталного Благослужения Вот как Некая Самоцель И так далее Конечно Пророческое Служение Оно очень важно Даже Внешне Игнатий Ихнович Даже Внешне Напоминает Изображение Ветхозаветных Пророков Которые Обличали Пророки Своего Времени Так вот И В наше Время Вот этот Взгляд Который Бескорыстен Который Возируется На слове Божьем Которые Увеждения Которые Простые Испытания Различные Когда Человек Смотрел В лицо Смерти Неоднократно Это очень Слово Звучит Веско И Проникает Она Выдоражит Человека Оно Это слово Действительно Приносит Плоды Свои Это очень важно Поэтому Вот я Уже Сказал О тех Моментах Которые Требуют Отдельного Разговора Но Сердцевина Благовестия Библейского Изучения Библии Знания Библии Руководствования Библии В своей Повседневной Жизни В социальной Жизни В общественной Жизни Это те вещи Безусловные Ценные И Представьте себе Как это важно В наше время Когда действительно Мы Зачастую Покрываемся Пылью Покрываемся Какой-то Плесенью Вот когда Не слышно Живого Слова Которое Осоленное Библейским Благовестием Когда мы Уходим Куда-то В сторону От Центра Духовной Жизни От центра Благовестия И вот когда Человек Не взирая На лица Который Не имеет Никаких Своих Задних Мыслей Каких-то Интересов Какой-то Выгоды Он Свидетельствует Это Просто Минус Божий К нам Что в Наше Время Есть Такой Человек Понимаете Для Которого Нет Авторитета В смысле В том Что Авторитет Он Может быть Надутый Пузырь Который Не имеет Так Сать Веса По Существу Вот И Для человека Это Мишура В данном Случае Ничего Не значит И это Конечно Потрясающее Впечатление Производит Когда Вот Встречаешься Вот С таким Случаем Фактором В нашей Жизни Поэтому Мы Должны Быть Благодарными За Вот Такие Встречи С Игнатьем Кихоновичем Такое Мое Главное Впечатление Мне Скажу Только Одно Что Если Завтра Мы Получим Паспорта Чтобы Вы Тоже Это Знали Но Вас Я уже Не увижу Зараз Скажу Когда Мы Сдали Получившим Ген Паспорта Уже Открыты Теперь Английская Виза Открывать Требуется Заново Паспорта Сняли Я Отправил Сюда Документы Три Недели Проходит Пятая Неделя Документы Не возвращают А нам Ехать У нас Вообще На руках Ничего Нет Здесь Сказали Посольство Тут Вообще Ни с кем Разговаривать На выстрелах Допустят Но Мы Поехали С батюшкой И Вызвали Самого Посла Вообще Здесь Не Видано И Пообещали Последнее Это В понедельник Могут Выдать Если Выдадут Я Не хотел Сюда Залежать У меня Настолько Сжатая Программа Мы Хотели Эту Неделю Пораньше Приехать И Хотя По Смоленской Области Поработать Но Паспортов Нет Я Понимали Застрял Мы Там Оставили Человек Если Приедет Пришли Паспорт Чтобы Он Послал Сюда Прислал На Город Где У нас Ставка Это Калуга А В Калуге Мы Дадим Адреса Чтобы Приставили Уже Там Где У нас Все Книги Находятся Но Мы Застряли Здесь Повторяю Заезжать Я Хотел Только После Окончания Нашей Поездки Перед Сентябрем Теперь Я Вижу Причина Какая Ничего Никто Не может Понять Почему У нас Так Получилось Что Ждет Нас Но Не Знаем Что Теперь Ничто Не Объяснимо Только То Что Мы Попали На Берседовку Я Говорю Твоя Молитва Победила Наша И Этой Встречи Не Было Вас Бы Не Было Как Бы Его Не Было И Мы Приехали Сюда И Тут Тоже Как-то Шатко Началось У нас Так Не Совсем И Я Даже Сегодня Не Хотел Заходить Обедать Думаю Там Сухари Поем Как Обычные И Все Ничего Подобного Он И Когда Если Получим Паспорта У нас Никаких Доводов Нет Кроме Одного Что Мы Должны Были Здесь И Бог Изменил Наш Маршрут Через Посольство Великобритании Тормознул Нас И Эти Дни Я Тасковал Что Я Буду Делать Два Дня У меня Такого Нет В жизни Целые Дни А Он Так Как Мне Занял Господь Бог Через Батюшку Что То есть Я Еще Здесь Пытался Дергаться Маленько Но Беспалеж Меня Просто Захватило И Все Вы В своей Стихии Вы Привы На Пределе Как Вы Говорите Возможности Мы Вам Создали Актомальные Условия Вам Привычные Выступал Геннадий Яков Который Гришне И Голову Отрезал Григорь Вам Говорит Игнать И Вставали Хорош Уход Валей Когда Вперед Вперед Говорит Говорит Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Благослови